Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 5, стихи с 11 до конца главы и глава 6, первые 8 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства, навыки приучены к развлечению добра и зла. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вскусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания Святого Апостола Павла к евреям. Очень нелицеприятные вещи сегодня говорит Апостол Павел, обращая их прежде всего к нам сегодняшним. И это большой урок и большое назидание для всех нас сегодня. Апостол говорит, обращаясь к своей аудитории. Аудитория эта была, конечно же, смешанная. В ней были как евреи, так и язычники-паразелиты. И он говорит о том, что надлежало говорить много, но трудно истолковать, потому что вы здесь неспособны слушать. По идее, они должны были первейшими воспринимать новое учение, новый завет. Ибо Христос говорит сквозь призму Ветхого Завета. Помните Евангелие от Иоанна, где Христос говорит, исследуйте Писание, ибо они говорят о мне. Но люди стали неспособны слышать Слово Божие. И поэтому, судя по времени, им, казалось бы, надлежало быть учителями, самим уже к этому приходить, разуметь слова Спасителя. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Самые азы, самое начало. «Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец». Действительно, какой спрос с младенца? Что он может? Грудной младенец, он только-только встает на ноги, только-только на ощупь начинает ходить, открывать свои глаза, только-только внимать словам Божиим. Так же и мы, приняв христианство, почему-то через несколько лет считаем, что мы достигли какого-то совершенства и можем учить других. Хотя сами еще питаемся молоком на самом деле. И почему-то застреваем в этом состоянии, не воспитывая дальнейший в себе рост, оставаясь в каком-то таком тумане обряда верия. Порой случается и так. И вот мы должны сами себя воспитывать, сами стремиться к познанию, к усвоению твердой пищи, к усвоению сложных вещей, к изучению историю церкви, истории ее вероучения, а не только лишь практики, практики жизни. И в совокупности с нашей практической духовной жизнью, творение добрых дел, молитва, участие в таинствах, творение добродетелей, только вкупе с изучением догматического вероучения церкви, усвоение на практике вероучительных истин, только это будет приводить нас к росту, к осознанию своей греховности, к покаянию, который и есть истинный рост в церкви. Итак, «Всякий питаемый молоком не сведует в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Вот, воспитание в себе навыка. Навыка жизни в логике церкви. Прежде всего, логике учения Христова. И здесь должна быть практическая жизнь, естественно, и чтение Слова Божия, теоретические наши знания. Ибо наша совесть тоже поражена грехом, и мы не всегда можем опираться на нее. И все, ибо совесть бывает лукава. И поэтому критерий истины для нас должен быть в нашем поведении – это Бог. И то, где мы встаем на распутье сложных жизненных ситуаций, мы должны опираться на наш опыт молитвы. И Слово Божие будет назидать нас. Оставив начатку учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещении, возложении рук, воскресении мертвых о суде вечном. Уже это все пройдено, мы все это знаем, мы уже вошли в это состояние. Это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, то есть те, кто все к этому пришел, жили во Христе и вдруг отпали, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Тут самая главная проблема. Обратившись от нашей прежней жизни, мы не должны сворачивать с этого прямого пути. И здесь апостол говорит о тех, кто вкусил глаголы Божии, кто научился начаткам веры Христовой, но отпадает и заново своими грехами распинает Бога, заново ругается Ему. Земля, пившая многократно, схорячая на нее дождь и превращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а в противном случае получает возмездие, которое есть сожжение. И здесь речь идет как раз-таки, это слова вот эти апостола Павла, можно перефразировать одной фразой Христа. Неблагонадежен для Царствия Небесного тот, кто, взявшись за плуг, озирается назад. Вспоминаются слова пророка и псаломопевца Давида, где он говорит о том, что работать нужно Господу со страхом. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Наша жизнь духовная – это не только яркие эмоции, это еще повседневный труд, работа над собой, рутина, которой многим не нравится, которые считают, что духовная жизнь – это всегда какой-то взлет. Нет, это вот наша повседневность. Важно сделаться христианином дома, на кухне, в повседневной семейной жизни, вне пределов храма. В машине, в метро, на работе, на досуге, с ближними, в отношении с родителями, со своими детьми, со своими супругами. Вот где проявляется наше христианство, вот где мы должны помнить о заповедях, а не умиляться, приходя в храм. Храм – это вершина нашего пути, а не отправная точка. Хотя она может быть и отправной точкой, но за пределами храма должен быть путь, путь покаяния и смирения, путь работы над собой, исследования заповедям Христова. И только тогда действительно мы можем считать себя христианами. Должен быть путь, должно быть стремление. Мера стремления у каждого разная, мера нашего пути у каждого разная, но он должен быть. Поэтому сегодня апостол в своем послании призывает нас не откладывать этот путь. Вдохновляясь грядущим праздником, мы должны продолжить свое служение Богу, свою работу Господе со страхом и свою радость о Господе с трепетом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...